Всем привет, мои дорогие! Сегодня речь пойдет в ролике о пустых баночках. Но не просто пустые баночки, конечно же, это бытовая химия, как вы поняли, по названию. Баночек много, так что давайте быстренько вам расскажу. Во-первых, хочу показать средство. Мини-риск называется. Это гель для стирки цветного. Я этот гель не разделяла на цветное, белое. Я его использовала для всех цветов. Здесь 2 литра. Он очень хороший, он экономичный, он густой. Нужно его совсем немножко. После него нет какого-то неприятного аромата. То есть очень хорошо работает. И он вообще без запахов, без каких-то там вредных добавлений, насколько я поняла. В общем-то, это, по-моему, финский гель. У меня сейчас точно такой же в использовании. И я им очень довольна. Самое большее, наверное, что могу отметить, то, что нет у него какого-то своего аромата. И это хорошо, потому что он не конфликтует с моими какими-то кондиционерами. Нет смеси между гелем и кондиционером. То есть в этом плане мне очень-очень он понравится. Увидите, купите, попробуйте. Я думаю, тоже вам понравится. Дальше покажу гель. Большая стирка. Это отбеливатель. У меня от этой марки Большая стирка был другой отбеливатель, но я вам жаловалась на то, что он пахнет хлоркой. Мне это не нравилось. Но вы написали мне в комментариях, для отбеливателя это нормально. Да, я это знаю, я это понимаю, но всё равно не хочется слышать этот запах в отбеливателе. И каково было моё удивление, когда я взяла вот этот. Он написано вообще, что предназначен специально для белого. Я его использовала не только как отбеливатель, но и как пятновыводитель для цветных тканей в небольшом количестве. Каково же было моё удивление, что он не пах хлоркой. Вы представляете? Не пах. Да, что-то такое, может быть, было. Но отдалённый и не совсем сказать, что на хлорку похоже. Поэтому вот это я прям хочу повторить. Мне показалось, что эффект отбеливания у белых тканей действительно есть. Он действительно хороший. На тон, на два точно отбеливает. А если уж прям не отбеливает, то поддерживает белое состояние ткани. А, в общем-то, не ухудшает его. Здесь литр был. Хватило мне на много-намного месяцев. Я осталась очень им довольна. Вам советую. И стоит он недорого. Реально, он бюджетный. Дальше. Таблетки для посудомоечной машины. 17 Generation. Как-то так он называется. Бренд этот. 24 таблетки внизу. Они беленького такого цвета, как здесь показано. Мне они абсолютно не понравились. Они ничего не делают. Они обычно эту посуду практически не вымывают. Очень-очень плохо. Не говоря уже про что-то такое жирное. Не понравилось абсолютно. Мише тоже не понравилось. Сказал, что это больше не покупай. В общем, нет. Супер натуральный, супер классный, супер эко. Но, знаете, девочки, делаю вывод уже не в первый раз для себя, что мне вот эти все эко-средства бытовой химии не подходят. Они мне не нравятся. Они не работают так, как должны работать в моём понимании. И поэтому, наверное, нужно мне уже отходить от этих всяких эко, от этого модного течения. Покупать то, что работает в моём случае. То, что работает для меня. Да, может быть, это не совсем хорошо для природы. Но я как бы в этом направлении работаю. Я стараюсь где-то что-то сделать. Уменьшить расход. Приход каких-то бутыльков бытовой химии. Я уже несколько раз об этом с вами разговаривала. Но вот всякие эко-средства нет. Совсем не моя тема. Не хочу больше покупать. Ещё одни таблетки закончились. Это как раз-таки хорошие, классные, работающие таблетки для посудомойки. Они отмывают абсолютно всё. Остаётся приятный аромат как в посудомойке, так и на посуде. Не знаю, меня этот аромат на посуде не напрягает. Он слышится абсолютно недолго. Полежит немножко, постоит в посуде. Его вообще не становится. Но таблетки действительно работают хорошо. Здесь 37 штук было. И хватило мне месяца на два. Потому что я не каждый день посудомойку загружаю. В среднем через день. И поэтому хватило, конечно, надолго. И всё-таки выгоднее мне купить один раз в два месяца вот такой пакетик работающих таблеток, нежели эко-неработающих. Но вы поняли, да? Напишите, кстати, как у вас дела со всеми эко-продуктами обстоят. Дальше покажу вам тряпочку. Она у меня уже не в первый раз. Очень хорошая. С одной стороны, она такая более, знаете, гладенькая. А с другой стороны, она очень хорошая микрофибровая. И очень-очень хорошо впитывает. В упаковке две таких тряпочки. Веледа, фирма Веледа очень люблю. Я люблю губки для посуды от Веледа. И вот эти тряпки мне тоже понравились. Также у меня закончился ещё один отбеливатель. Но это такие маленькие форматы частин. Много чего он отстирывает. И мясо, и черри, и кофе, чай. Для любых тканей написано. Здесь по 250 грамм. Очень мне понравился частин. Реально понравился. Я знаю, что это недорого. Я понимаю, что это недорого. Но при стирке нужно маленькое количество. И эффект я тоже видела. Мне понравился. Очень-очень классный отбеливатель. Кстати, если говорить про вообще любимый отбеливатель, наверное, любимый для меня всё-таки Босс. Он тоже бюджетный. Здесь упаковочка большая. Добавляю 600 грамм. Добавляю и при каждой стирке. И также я его добавляю как отбеливатель. Конечно же. Я тоже эффект вижу. Мне он очень нравится этот эффект. Хорошо, что у меня в запасах ещё несколько штучек есть. Потому что в Финляндии, конечно же, он не продаётся. И мне приходится покупать. Либо в Белоруссии, либо в России. Привозить сюда. Очень его люблю. Мне кажется, он переплюнул ваниш. Для меня, по крайней мере, он переплюнул ваниш. И вот у меня сейчас был выбор использовать либо Бош. Бош. Почему Бош? Босс. Использовать либо Босс, либо ваниш. И я выбрала Босс. А ваниш так и продолжает у меня стоять. У меня целая огромная упаковка ваниш есть. Но я поняла, что Босс всё-таки лучше. И рука к ванишу уже не так тянется. Ну, рано или поздно, конечно же, я его использую. Но не тянется рука, да. Представляете? Дальше, дальше. То, что мне понравилось. Достаточно неплохо. По-моему, это финская марка. Тола называется. Это, конечно же, средство для стёкл, зеркал. Хорошо оно работает. Единственное, распылитель мне не понравился. Поэтому, наверное, из распылителя я покупать больше не буду. Но средство хорошее. Средство экономичное. Нужно немножко. Оно не сильно едко пахнет. И вот этот момент мне очень нравится. Поэтому, если захотите, попробуйте. Если вас такие дозаторы не напрягают, они вам не мешают, то попробуйте. То, что не понравилось, то, что ужас, не советую, не люблю, можно сказать, даже ненавижу. Я редко вам оставляю какие-то негативные отзывы, потому что я ко всему отношусь спокойно и нейтрально. Я понимаю, ну, бытовая химия, ну, что-то нравится, что-то нет. К чему-то подходит, к чему-то нет. Ну, косметика, то же самое. Но здесь просто какой-то кошмар. Я во влоге вам рассказывала, что я его использовала на постоянной основе. Это биоразлагаемый гипоаллергенный гель для всех тканей. Синергетик. Опять же, био. Опять же, натуральное как бы средство. Синергетик. Но не понравилось тем, что я заметила, если коротко рассказать, я заметила, что из-за использования этого геля в стиральной машине стоит неприятный аромат. Это мягко сказано. Такое чувство, там просто сдох котик в моей стиральной машине после стирок, определенное количество стирок с этим гелем. Это не потому, что я использую стиралку неправильно. Я знаю, как ее использовать. Я после стирки всегда протираю, проветриваю, чтобы все там просыхало. Я все всегда делаю правильно. Но именно с использованием этого средства у меня был такой вонючий, неприятный аромат мертвого котика. Честно, по-другому я не знаю, как выразиться. Уж извините, говорю как есть. У меня, по-моему, сейчас осталась вот еще такая же бутылка. Я использую, ну так, где-то что-то иногда простерну с очень сильным кондиционером, у которого едкий-едкий аромат, который, по сути, должен все перебивать, но особо не перебивает. Осталось немножко, и, наверное, в следующих пустых баночках я тоже вам про него расскажу. Но мне не понравилось. Я очень жалею, что она слушалась когда-то хвалебных отзывов. Купила сразу несколько упаковок. Кондиционер мне тоже не понравился от этой марки. В общем, я вам не советую. Для посуды мойки закончились очищающие такие. Но это не капсула. Здесь был порошок. Здесь было три саше, и в каждом саше был порошок. Порошок этот очень хороший. Он по цене выходит бюджетнее, намного бюджетнее, чем от, как же это, марка-то, капсулы есть такие, финиш, вот. Финиш я тоже покупала очищающий такой блок, но он стоит дороже. Он, конечно, тоже хорошо очищает, эффект есть, все здорово, все классно, но он стоит дороже. Это стоит раза в три дешевле. Здесь в упаковочке три штучки на три раза использовать. Я где-то использую один раз в месяц, ну, либо один раз в три недели. Мне очень понравилось. Я обязательно буду еще повторять именно вот средства САН. Таблетки от этого средства мне тоже понравились. Сейчас они у меня, кстати, в использовании, но их не покажу, потому что они еще не закончились. Дальше. Средство для очистки труб покупала в Лиделе. Мне оно нравится, потому что у него не сильно едкий запах. Можно использовать даже, когда дома ребенок. Я вижу разницу до использования этого геля прочищающего и после. У меня была проблема, я с вами этой проблемой делилась. Несколько раз подряд покупала только это средство. И этой проблемой я в последние месяца-два вообще даже не слышу. То есть у меня раздавался запах из труб. Некоторые были советы по этому поводу. Спасибо вам большое. Я помню про эти советы. Если вдруг услышу запах, я ими воспользуюсь. Но мне кажется, мне вот это средство помогло. Поэтому если нужно будет средство для очистки труб, я буду покупать только в Лиделе. Напишите, что вы в Лиделе покупаете. Тоже у меня были комментарии. Девочки, вы мне советовали, что купить, что вы покупаете. И поэтому я думаю, к Лидолу, именно к бытовой химии, вот около бытовой, нужно мне подойти поближе, познакомиться. Марка Иси. Это марка, которая изготавливает всякую продукцию для магазина Токмане. Этот кондиционер был супер бюджетный. Мне он понравился. Правда, он стоял долго. Он такой свеженький аромат. Имел цветочный свежий аромат. Он у меня стоял долго и под конец загустел. Но я его чуть-чуть разбавила водой. И все было прекрасно. Работал хорошо. Из отсека выполаскивала машину. Очень хорошо этот кондиционер. Мне понравился. На белье был приятный аромат. Ну, в принципе, что еще нужно? Если когда-нибудь нужно будет бюджетное средство, я думаю, что к нему обратиться мне тоже, конечно, можно. Дальше что покажу? Доместос. Любимый мой, я много перепробовала разных средств для унитаза. И поняла, что до места самое лучшее. Лучше его нет. Больше не хочу экспериментировать. Не хочу покупать разные жидкие средства, которые не работают, ничего не делают. Смысла от них нет. Какую-то водичку заливаешь. Что заливала, что не заливала. Что было, что-то, что не было. У меня унитаз в идеальном состоянии. Он не запущен. Там нет никаких загрязнений. Вода у нас хорошая, чистая. Нет никакой ржавчины. Но даже для такого хорошего состояния унитаза, я все-таки предпочитаю лучше капельку залить до места и знать, что все работает, все классно. И видеть, да, если где-то какие-то были загрязнения, видеть, что их не стало. Нежели по сто раз заливать водичку и непонятно что. Покупая до места, разное. Этот был хороший. Мне кажется, между ними разницы вообще никакой нет. Просто вот до места, и просто он классный. Так, последнее, что я вам покажу сегодня, это порошок от марки LV. Очень его люблю. Он без запаха. Он хорошо выполаскивается с одежды. Я его использую для своей одежды. Так и для Колины. И малышка у нас скоро родится. Так что и для малышки я тоже буду использовать этот порошок. Вообще сделала вывод для себя, что я больше предпочитаю порошки, а не гели. В свое время я купила много гелей. Сейчас я их все буду просто доиспользовать хочу. И, наверное, буду стирать только порошками. Но для некоторых тканей иногда использовать гель. Но все-таки преимущественно хочу стирать только порошками, потому что мне они нравятся больше. Для меня они экономичны. Для меня они не остаются никогда на одежде. Они хорошо стирают. И мне кажется, они даже лучше стирают, чем гели. Но это мое мнение. Хотя многие думают сейчас по-другому. То ли это такое модное течение гелями стирать и думать, что гели лучше. То ли каждому свое. Мне сложно. Мне сложно сказать. Но я говорю о своих впечатлениях. И мне мой внутренний голос подсказывает, что все-таки для меня порошки лучше. Не знаю. Может быть, ЛВ порошок хороший. Или какой-то я еще до этого в Финляндии порошок покупала. Может быть, они хорошие. Поэтому у меня такое ощущение. Хотя я и гели в Финляндии покупаю для стирки. Но мне они, наверное, не так все-таки нравятся. Не знаю. Даже вот этот гель, который я вам рекомендовала в начале видео. Он реально хороший. Он классный. Мне он очень нравится. То есть синергетик рядом не валялся, если честно. Но все-таки, если мне поставить и сказать, что ты возьмешь. Порошок либо гель. Я возьму порошок. Ну, не знаю. Это такое, наверное, какое-то внутреннее мое предпочтение. Вот этот порошок был очень хороший. Здесь 1,6 килограммов. Внутри, по-моему, была мерная ложка. Он очень мне понравился. Для всех видов ткани его использовала. Для белого, для цветного, для черного. Ну, вообще, потрясающе. Я его очень люблю. У меня в запасе еще 2 таких упаковки есть. Поэтому с удовольствием буду использовать. Все, дорогие мои. Это все мои пустые баночки. БТВ химии. Пишите свои отзывы и напишите, что вы думаете по поводу гелия для стирки и порошков для стирки. Мне эта тема интересна. И мне интересно узнать ваше мнение. И все-таки сделать какой-то вывод для себя. Почему мы выбираем то, либо иное средство? Кто-то же все-таки реально предпочитает гелия, кто-то порошки. Вот мне интересно, из каких побуждений мы все это делаем. Почему всем нам нравится, ну, как бы разное. Да? Кому-то гель, кому-то все-таки порошок. Давайте, в общем, поговорим с вами на эту тему. Обязательно пишите, не молчите. Я буду ждать ваших комментариев. Ну, а на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok